Педагоги из Бугульмы решили устроить для своих зрителей настоящее шоу в русском народном стиле. И судя по реакции зрителей, в числе которых коллеги по цеху, у них это получилось. Конкурс Урсалтауда в десятый раз собирает учеников, студентов и преподавателей со всего Юго-Востока и не только. Для последних это повод встретиться и пообщаться с коллегами, для первых двух, ни много ни мало, профориентационное мероприятие. Этот один из тех конкурсов, который действительно показывает и исполнительский уровень высокий, нужно говорить, что Юго-Восток всегда отличался этим. Ну и опять же, как я сказал, он профориентирует, чтобы ребенок шел дальше в профессию и был выдающимся, может быть, музыкантом в дальнейшем. За примерами, кто из лауреатов творческого состязания пошел дальше в профессию, долго ходить не надо. Кристина Ларина из Набережных Челнов в прошлом году выступила на конкурсе и получила путевку в консерваторию. До этого занималась танцами профессиональными. Я говорю, ну давай попробуем. И тогда я сказала, ну давайте. И с того дня все как-то покатилось, покатилось. Мне это очень нравилось. Создатели проекта шутят, что каждый год для них рекордный. В 2016-м Урсал Тауда получил звание Всероссийского. 2021-й стал рекордным среди участников-педагогов. Их было 300. А 2023-й стал рекордным по количеству участников в общем. В 2013-м году было всего лишь там всего 38 участников из 5 городов. Буквально в прошлом году мы собрали уже 1050 участников из 16 городов. А сегодня, вот номинации «Народные инструменты», к нам подключились уже Башкирия, два города, кроме Октябрьска. Затем к нам подключился Елабуга. И нас уже стало 18 городов и 27 учебных заведений. Не считая соседних Башкортостана и Удмуртии, конкурс дотянулся и до республики за пределами страны. А именно до китайской народной. Студенты-пианисты из Китая учатся в Казанской госконсерватории. И второй год подряд принимают участие в международном конкурсе исполнителей на фортепиано. Это ответвление проекта «Урсал Тауда». Одна из целей проекта не только в том, чтобы талантливые студенты и педагоги могли себя показать и на других посмотреть, и еще распространить татарскую культуру в массы. Одно из условий конкурса в репертуаре исполнителя должны быть произведения местных классиков. И за прошедшие годы о татарстанских композиторах узнали Самарская и Ульяновская области.